Скажите, вы совершали смену вашего финансового номера 7 минут назад? Нет. Смотрите, Виталий Витальевич, дело в том, что за вашим снисовым счетом был привязан новый сотовый номер для подтверждения финансовых транзакций. Последние 4 цифры 29-23. Скажите, пожалуйста, это ваш сотовый номер? Нет. Он является вашим дополнительным? Нет? Нет. Хорошо, фиксирую данную информацию. Дело в том, что после смены номера была зафиксирована попытка осуществить денежный перевод с вашей карты на карту Альфа-Банка. Имя получателя некий, сейчас, секундочку, Зотов Иван Михайлович. Скажите, пожалуйста, вам знакома данная личность? Знать не знаю такого. То есть вы не совершаете данную операцию, я правильно вас понимаю? Нет. Смотрите, Виталий Витальевич, в таком случае я фиксирую ваш отказ, составляю акт мошеннических действий по вашей карте. Также мне потребуется задать несколько вопросов, чтобы понять, где и при каких обстоятельствах могли быть скомпрометированы ваши персональные данные. Также этот процесс поможет нам провести перификацию вашей личности, уважаемого клиента нашего банка. Потому что, если я не буду уверен, что именно вы являетесь владельцем этого счета, как сотрудник службы мониторинга, я буду вынужден отправить ваши карты на перевыпуск, согласно 158 статье УК РФ о мошеннических действиях. В таком случае ваш лицевой счет будет заблокирован на срок от 60 до 90 рабочих дней, в ходе момента полного выяснения обстоятельств. Виталий Витальевич, в первую очередь меня интересует, вы можете убедиться в том, что карта не утеряна, и в данный момент карта находится лично при вас? Ну, я точно могу вас уверить, что карта не утеряна, и она находится у меня. Отлично, фиксирую данную информацию. Скажите, вы передавали данные доступа от личного кабинета третьим лицам? Пин-код, код подтверждения из СМС? Нет, не передавал. Ничего из вышеперечисленного, правильно я вас понимаю? Ну, да. Хорошо, фиксирую данную информацию. Уточните, пожалуйста, когда последний раз вы собственноручно совершали расходные операции по вашей карте? У-у-у, сейчас точно скажу. Так, 12 августа, где-то так. Повторите, пожалуйста, я не расслышал. 12 августа. 12 августа. Фиксирую данную информацию. Уточните, это была оплата пополнения, вывод зачисления. И на какую сумму была произведена транспорт? Нет, я деньги снимал. Снятие банкомата. 65 тысяч. Фиксирую данную информацию. Скажите, при последнем использовании банкомата, его работа, никаких поддрений? Возможно, визуальные дефекции, либо западание клавиш, либо рядом стояли знакомые третьи лица, которые... Не-не-не, никого знакомых не было, автоматы не западали, все было хорошо. Никаких поддрений. Хорошо, фиксирую данную информацию. Скажите, при оплате карта в магазинах, либо в заведениях, вы карту передаете в руки работникам или проводите ее самостоятельно? Нет, я наличкой рассчитываю. Хорошо, фиксирую данную информацию. Скажите, а СМС-оведомление поступает вам без задержек? Ну, поступали, да, когда снимал, сразу же поступал. Сразу. Хорошо, фиксирую данную информацию. Скажите, вы привязывали вашу карту для оплаты на торговых площадках, либо в платежных системах? Например, Алиэкспресс, жду, Амазон, Амазон. Нет. На Алиэкспресс у меня там другого банка карта. Ага. Хорошо, фиксирую данную информацию. Скажите, а вы пользуетесь мобильным приложением Сбербанк Онлайн? Да. Фиксирую. Уточню, вы получали свою карту в отделении банка. Вам выдали ее в руки или в конверте? Не было ли на конверте видимых повреждений? Я уже не помню. Она уже сколько тут? В октябре новую наборку получать. Не помните, вы собственноручно распечатывали конверт или вам выдали ее сразу в руки? Я уже не помню, уже сколько, четыре или пять лет прошло. Я верю. Я верю. Я понимаю, что это могло быть очень давно. Один такой наводящий вопрос, если вспомните. Когда вот вам были карту в отделении банка, дежурный сотрудник отделения уведомил вас о том, что сразу после получения пластикового продукта по регламенту вы обязаны сменить пин-код. Ну, это какая-то ерунда. Что-то вы тут такое говорите. Мне сотрудник, который выдавал, сказал, что все остается то же самое. Пин-код не меняется. Нет, после получения карточки как раз необходимо менять пин-код. Это регламент нашего банка. Я не знаю, конечно, я не проработал здесь четыре года, я не знал, как оно было четыре года назад. Но, тем не менее, это что-то новое вообще. Я сколько раз получал, столько раз пин-код тот же самый. Сотрудник банка должен был вас уведомить. Я вам серьезно. Вот такие у вас, поэтому я в основном стараюсь крупные суммы и не держать особо в вашем банке. Ну, это уже лично ваше мнение, сколько держать, насколько вы нам доверяете. Смотрите. Хорошо, на следующий раз будьте добры. Если вы заметите подобное нарушение регламента, позвоните на горячую линию и сообщите об этом. Они подтвердят то, что действительно вам так и есть. Хорошо. Так, уточните, пожалуйста, ваш последний активный баланс по карте до момента попытки списания денежных средств мошенниками. Хотя бы приблизительно с ваших слов. Я могу точно сказать 322 тысяч. Еще раз, я не расслышал. 322 тысячи. Это после снятия. Фиксирую данную информацию. Скажите, у вас есть еще карты в нашем банке? Если есть, то какие? Нет, у меня в других банках есть карты. Угу. Хорошо, фиксирую данную информацию. Оформляли ли вы когда-то микрозаймы в конторах быстрой выдачи кредитов? Нет, в конторах я не оформляю ничего. Я только в банках оформляю. Кстати, на будущее вам говорю, особенно те конторы, в которых нет даже отделения, которые работают чисто в онлайн режиме. Многие из них занимаются просто сбором личной и финансовой информации. В дальнейшем ее передают и на этом просто зарабатывают. Так, хорошо. Зафиксировали данный ответ. Скажите, вы пользуетесь нашими кредитными продуктами? Нет. Фиксирую данную информацию. Скажите, есть ли у вас сберегательный счет в финансовой базе нашего банка? Есть. Фиксирую данную информацию. Скажите, вы пользуетесь еще какими-либо банками, помимо Сбербанка, среди наших партнеров? Это необходимо, поскольку при рассмотрении акта мошеннических действий нам необходимо передавать информацию банкам-партнерам для предотвращения возможного несанкционированного доступа к другим вашим счетам. К банкам-партнерам относятся ВТБ, Альфа, Тинькофф, Газпром, Русский Стандарт, Райфайзен и вроде бы все. Из перечисленных есть банки? Нет, у меня карта только ВТБ. Другого банка, Убербанка и ВТБ. Отлично, фиксирую данную информацию. Смотрите, Виталий Витальевич, в принципе мы закончили заполнять акт мошеннических действий. Я передам его дальше в базу. Баз я переведу на старшего специалиста Центробанка. Он установит с вами защиту, отменит перевод и переподвяжет ваш финансовый номер. Ну тот номер, по которому мы сейчас с вами разговариваем. Не кратите трубочку, расставайтесь на линии. Хорошего вам дня. Хорошо. Тихо. Грешунчик! Привет! Ну что, бухло взяли? Да? Тогда, сейчас садимся, начинаем? Ну сейчас! Хорошо! Хорошо! Хорошо, да, 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 слушаю. Здравствуйте, меня зовут Альбина, вас беспокоит старший специалист в делах мониторинга и перевода в платеже Центробанка России. Подскажите, пожалуйста, вы совершили операцию, которую объяснял вам младший специалист? Ой, что-то объяснял, я уже забыл, что он объяснял. Виталий Витальевич, я объясню вам еще раз, так как я несу юридическую и финансовую ответственность за границ ваших денежных средств, которые находятся на ваших картах и на ваших счетах. Так же, подскажите, пожалуйста, Виталий Витальевич, вы когда последний раз были в отделении банка, вы не замечали... То есть забыл, я не помню, когда был сразу, я уже сказал, что года четыре назад был. Года четыре назад, то есть, хорошо. Хорошо, я фиксирую информацию, у меня в системе банка указано, что карты нашего банка и карты ВТБ банка не утеряны, находятся при вас, верно? Нет, не утеряны. Не утеряны, хорошо. Так же, подскажите, вы являетесь также пользователем еще наших банков-партнеров, верно? Ну, не знаю. У меня, я же ему сказал, да елки-палки, послушайте меня, у меня Сбербанк и ВТБ, все, больше нет. Хорошо, я фиксирую информацию. Так же, подскажите, ранние звонки вам поступали, якобы, от представителей банка? Конечно, поступали. Поступали. Данные какие-то запрашивали? Ой, что вы от меня хотите? Там уже водку наливают на столе. Виталий, Виталий, дело в том, что фиксируются мошеннические действия. Пытались писать денежные средства с вашей карты на карту Альфа-банка Назотова Ивана Михайловича. Да и хрен с ним, забыл, я же сказал этому звонарю, заблокируйте карты и все. Я разберусь. Виталий, Виталий, если вы отказываетесь от проходения системы идентификации, то я буду блокировать ваши карты сроком от 60 до 90 рабочих дней. Так, а что же не может? Какой идентификации? Виталий, Виталий, дело в том, что было списание денежных средств, пытались писать. Ваши деньги приостановили в резервной ячейке и перевели в резервную ячейку банка. Ну, ты мне даже сказал, что ничего там не списали, что лежит на месте. Дело в том, что если мы сейчас отключаемся от данной линии разговора, ваши деньги будут автоматически перемещены в транзакционное поле для подтверждения данных операций. То есть ваши переводы будут подтверждены и деньги уже списаны. Так как я сейчас завершаю составлять акт «Мошеннические действия» по регламенту банка, на данный момент все наше отслуживание вашего счета и услуги «Избербанков онлайн» будут отключены, также будут приостановлены на 15 минут. Слеза будут автоматически перемещены в резервную ячейку на 15-20-30 минут по ситуации. Также в сложившейся ситуации вам необходимо пройти процедуру идентификации по номеру договора, который вам выдавался в банке при выдаче карты, либо же по номеру вашего банковского продукта. Подскажите, пожалуйста, как вам будет удобнее это сделать, чтобы мы закончили это? Я вообще не представляю, что такое договор. Вот даже вот в голове там нигде не... Договор, не знаете, договор это, который выдавался вам в банке при выдаче карты? Ой, это еще, наверное, когда молодым был. Уже не помню. Я поняла вас. Карта при вас находится в нашего банка? Она не утеряна. Она лежит в сейфе. Сейчас вы... В сейфе. Когда вы будете находиться с вашей карты, чтобы проверить эту информацию? 1 сентября. Я сейчас в отпуске. Сейчас мы бухаем. Вот вы тут это самое... Вот что накрывается? Вы звоните. Хорошо. Виталий, Виталий, в таком случае давайте мы наберем вас после 1 сентября. Хорошо. Для того, чтобы отменить данные заявки, я пока что блокирую ваши счета. Ну, я первый приеду домой и сразу пойду в отделение, там разберусь. Хорошо, мы разберемся также с вами. А ждать звонка? Всего доброго. Все, 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 все. По ВТБ? Да. По ВТБ я вообще не трогаю. Там расходных... По балансу? Там расходных не бывает. Вы баланс по карте в этой вебанковой фиксируете? Ой, я уже не помню. Приблизительно с ваших слов, как вы помните точное слово, почему мне озвучивать? Ну, там где-то 400 с чем-то. Я за 10 рублей фиксирую данную информацию. В данный момент я за вас несу как финансовую, так и юридическую ответственность. В данный момент нам необходимо с вами устранить заявки на перевод, которые вы не совершали, путем активации вашего страхового счета. Будем с вами установить двухфакторную защиту. Это более эффективная защита вашего аккаунта от несанкционированного проникновения. Пожалуйста, возьмите в данный момент вашу карту ВТП банка в руки. А я сказал, что она при мне, что ли? Я сказал, что она в безопасности. Да, вы сказали, что карта при вас. Вот перемотайте, вы записываете разговор? Перемотайте, послушайте, что я сказал. Когда карта будет при вас находиться? Я не мог сказать, потому что она у меня лежит дома. Дома. А я сейчас не дома. Когда карта будет при вас, уважаемый клиент? Так, а вас какая именно карта интересует? ВТП банка. Только ВТП банка? Да. А вы откуда вообще звоните? Нет. А какие именно? Вербанка или ВТП банка при вас находятся? Ну, в принципе, недалеко. Можно сходить. Можете, пожалуйста, сейчас пройти к вашим картам. Нам необходимо проверить наличие данных карт в безопасности. И сейчас необходимо обезопасить ваше денежное средство. Так, а какое именно? Вам необходимо пройти к картам ВТП банка. Или же к картам Свердбанка России. Так вам вообще все равно? Я являюсь родителем Центрального банка. Мне нужна обезопаска карты ВТП банка, так и Свердбанка России. Просто это все будет производиться по очереди. Поэтому я у вас запрашиваю, когда вам будет карта при вас, какого-либо банка. Или ВТП банка, или Свердбанка России. Так, 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 так. Все равно. Сейчас посмотрю. А у вас Свердбанка какая именно интересует? У вас карта МИР в нашем банке есть, верно? А как вы догадались? Не догадалась. У меня в системе отображается. Ну, ваша система, можете выкинуть свою систему. У меня одна маэстро, одна виза. Маэстро 6390, персональная карта, верно? Нет, 63900. 6390, 6390, это не одно и то же, уважаемый клиент? Нет, 900, это 990, это 90. 6390, это уже 5 цифр, есть разница или нет? Ну, не знаю. Я сказал, 4, 3, 3, вы мне сказали, 5 цифр. Мне это как-то особо без разницы. Я понимаю, но у вас в данный момент фиксируются мошеннические действия по счетам. Нам необходимо обезопасить данные счета, поскольку у вас будут пройти списание. Сейчас вам необходимо взять карты в руки, маэстро. Ну да, она не то, что в руках, а перед собой. Хорошо, сейчас я буду переводить систему банковской фиксации, для того, чтобы мы с вами могли установить двухфакторную защиту. Я склонюсь заявки на перевод, который вы не совершали. Назотова Ивана Михайловича. Двухфакторная защита – это более эффективная защита вашего аккаунта от несанкционированного проникновения. Я буду переводить систему в робот. Моя телефонная линия блокируется. Я в разговоре участия не принимаю. Будет голосовое уведомление о статусе активности системы, затем звуковой сигнал. После звукового сигнала вам необходимо членораздельно озвучить номер вашей карты или номер вашего договора по две цифры. Чтобы робот вас распознал и смог отменить данную заявку на перевод. Так. И что дальше? Я вас перевожу в систему робот. И после звукового сигнала необходимо озвучить номер вашей карты по две цифры. Так. Я в разговоре участия не принимаю. Вам необходимо озвучить по 17 цифр на лицевой части вашей карты, маэстер. Да, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10. Все озвучил. Перевожу вас в систему робот. Система идентификации Сбербанка России подключена. После звукового сигнала членораздельно укажите данные. Данные чего? Алло. 502. Робот вас не распознал. Вам необходимо озвучить номер вашей карты. А, это вот этот длинный-длинный? Вот и цифры. Что у меня тут цифр много на нем? 18 цифр там. На карте Маэстро 16, на карте Виза. Готовы? Алло, давайте включайтесь. Система идентификации Сбербанка России подключена. После звукового сигнала членораздельно укажите данные. 63 900 252 969 78. Так, а вот дальше то ли 8, то ли 9. Хрен знает, а тут стерто. Вот в конце, в конце самом девятка, это точно вижу. А вот две цифры плохо. Алло. Робот вас не распознал. У меня тут две цифры что-то затерто, подзатерто. Видно, когда... Я вас перевожу повторно, хорошо, по две цифры озвучу вам. Обязательно, по две. Перевожу вас повторно. Так, подождите, но я вот не знаю, тут то ли 8, то ли 9. После звукового сигнала членораздельно укажите данные. Вот вы там тормознутые. Алло. 630... Да, 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 я вам еще раз говорю, вот что-то там тормозите меня, куда-то переключаете на цифры. Я вас торможу, я вас перевожу в систему робот. Я вам еще раз говорю, я не пойму, какая тут предпоследняя у меня цифра. Точнее, не предпредпоследняя, а третья, третья, с конца. Хорошо, отпустите то, что вы хотя бы видите, хорошо? У вас карта ВТБ при вас? Ну, за ВТБ надо сходить немножко. Сходите, пожалуйста, за картой ВТБ банка сейчас. Сейчас хожу. Спасибо.